Униженная? Нет. Вот спасибо, что сказали. Вы унижены стали, вы проигрываете отношения. Вас унизили или вы стали гордыми, вы проигрываете отношения. Ну, допустим, унизили. Гордость себя очень трудно узнать. Вы, допустим, унизились. Все, отодвигаемся от отношений, начинаем молиться, думать о Боге и дальше никакой игры. То есть вы унизились, причина есть, то есть вас ввели в это состояние, то есть вас подломали в отношениях немножко. Это, скорее всего, серьезное какое-то оскорбление или наглость просто близкого человека. Вы отодвигаетесь. Молитва, духовная жизнь, больше отношений с природой, с добрыми людьми. Вот. А когда близкий человек подходит, ему улыбаться надо как бы так рада, что ты пришел. Пошла опять дальше. Все, с диваном занимается. Никогда даже не надо показывать, что ты, ну, обиделся там или что. Вот ты обиделся, но показывать этого нельзя, потому что вы тогда проигрываете в отношениях. Вы показали, что вы обиделись. Он, а что такое? То есть он сразу недовольный, потому что энергии любви не движется же. А когда вы обиделись, но их с ним ласково себя ведете, он все поймет. Он потом придет и скажет, я виноват перед тобой. Потому что вы ему дали возможность это сказать. А если ему показали обиду, то вы не даете ему эти возможности. Мои хорошие, я вам вскрыл очень сложную тему, очень сложную тему, которую многие из вас просто не понимают. Это нормально. Я, видите, я первую лекцию читаю на эту тему, потому что раньше даже не рисковал. Вот. У вас сейчас будет много вопросов в сердце, однозначно. Поймет он или нет. Знаете, чтобы человек что-то понял, нужно всегда очень легкий стиль с ним сохранять в жизни. И тогда он понимает вас будет больше и больше и больше и больше, потому что у него появится чувство, что вы его не пораните. Знаете, самая большая проблема в отношениях личных, это не в том, что человек не понимает. Человек не понимает риски только потому, что его ранят в отношениях. Спасибо.